Причины и последствия войны в Сирии В 2011 году началась так называемая Гражданская война в Сирии. Где-то за год до этого в США произошла Сланцевая революция. Добыча сланцевого газа позволила США постепенно отказаться от поставок газа из Катара. Маленькая, но очень богатая страна с огромными запасами газа, третье место в мире, утратила самый желанный рынок сбыта. Вторым желанным рынком для любого поставщика углеводородов является Европа, но и Катар захотел построить газопровод в ЕС. Он уже продает туда сжиженный природный газ по морю, но значительно дороже, чем газ из трубы. Поэтому нужно проложить трубопровод. Труба должна была проходить через Саудовскую Аравию, Турцию и Сирию. И тут началось. Резко осад выступил против строительства газопровода через Сирию. Также резко Россия вступилась за Сирию и не позволила свергнуть осада. Россия доказала, что она глубоко понимает, что происходит в регионе. Укрепила доверие к себе и подтвердила, что она является великой державой, на которую можно положиться. Катар начал финансировать сирийскую оппозицию, чтобы она скорее осада свергла. Так что теперь можно примерно представить, почему Болгария и Турция отказывалась от газопровода из РФ. Почему саудиты с такой аллергией воспринимают помощь РФ режиму осада. Ну и самое главное, теперь понятно, почему Россия так усилила свое присутствие в Сирии. В Кремле почувствовали, что падение Дамаска уже очень близко, а вероятность решения Генеральной Ассамблеи ООН о лишении РФ права вета также очень велика. Без вета США быстро протянет через ООН решение по Сирии, и международная коалиция быстро наведет порядок в этой стране. Тем более, что после такого наплыва беженцев из Сирии, Франция и Германия, а также другие страны Европы, просто из штанов выпрыгивают, как хотят разбомбить осада и вернуть сирийцев домой. Франция уже даже согласилась нанести удар по ИГИЛу. Плюс ситуацию очень усложняет Иран, который вот-вот освободится от санкций и тоже не против протянуть свой газопровод через Сирию в ЕС. И все мечты Москвы о том, что она сможет выкупать все объемы нефти и газа из Ирана и продавать их конечному потребителю от своего юридического лица, могут остаться только мечтами. Просто на выкуп этих объемов из-за санкций, введенных после агрессии против Украины, нет денег. Вывод. Плевал кремлевский вождь на братские народы. Все его телодвижения связаны с одним желанием – сберечь свои денежные потоки с продажи нефти и газа, а также сохранить свою власть в РФ. И сколько при этом погибнет людей, ему как горохом о духовные скрепы – и на чужих, и на своих. А в мире стремительно растет поддержка российской инициативы по урегулированию конфликта. За последние часы ее одобрили правительства Индии, Кипра, Японии, Алжира. В ряде столиц появились портрет Путина. Так в Риме на расклеенных на улицах плакатах с изображением президента России соседствует надпись «Я с Путиным». А в Египте российский лидер почти сравнялся по популярности с местными политиками. Гигантский постер с фотографией, одетого в форму военно-морского флота Путина, установили в Александрии. Надпись на арабском языке гласит «До свидания, Америка». Победить в Сирии для РФ невозможно. Можно только продлевать напряженность в регионе в надежде, что это спровоцирует рост цен на нефть и отложит на неопределенный срок заход Ирана и Катара в ЕС. Ценой тысяч российских солдат, причем их семьи никогда не поймут, за что погибли их близкие. Долгое присутствие РФ в Сирии – это новые санкции, новое давление на Россию и, как следствие, экономический коллапс в РФ, помноженный на внутренние протесты семей погибших, число которых приближается к критической массе. Ну а если Россия потерпит поражение очень быстро и осад падет, то это приведет к потере ее доли рынка в Европе, снижение цены на газ в мире, а дальше – усугубление экономических проблем в РФ. Вот такая она многоходовочка от великого кормчего. У России достаточно возможностей и для развития сланцевого газа, и для добычи его обычным способом. Наша страна по запасам, наверное, первая в мире, вы это знаете, там триллионы у нас просто, триллионы запасов. И мы обеспечим и себя на долгосрочную, на длительную перспективу, даже с учетом роста экономики, и наших всех партнеров. О перспективах РФ в Сирии доходчиво написал в своем блоге известный российский журналист и телеведущий Евгений Киселев. Просим не путать его с пропагандистом Д. Киселевым, который клянчит ЕС снять с него санкции и клянется, что не участвовал в разжигании украинского конфликта. Так вот, по мнению Евгения Киселева, военное вмешательство в Сирию – это авантюра, причем смертельно опасная для России. Именно для России. При этом политика, которую проводил все эти годы в отношении сирийского кризиса президент США Барак Обама, тоже пока оборачивается чудовищным провалом. Напоминаем, что борьба так называемых «сильных мира сего» в так называемой «гражданской войне» в Сирии уже унесла жизни более 230 тысяч человек. Около 11,5 миллионов сирийцев, более половины населения страны, были вынуждены покинуть свой дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова